Отсюда пошла Самара. Министр культуры России Владимир Мединский осматривает место раскопок на Хлебной площади. Здесь обнаружено деревянное городище, которое, как достоверно установили историки, посещал царь Пётр Великий с супругой Екатериной. Культурный слой для сохранности укрыт слоем песка, но раскопки продолжатся. Министерство культуры поддержало нас в части выделения средств на проведение археологических работ в следующем году. Мы очень надеемся на то, что область поддержит нас в текущем году в этой части. Ну а в перспективе, мне кажется, что это тоже мог бы стать еще одним центром притяжения, тем более находящийся в непосредственной близости от уже восстановленного этого объекта. Речь о здании учебного центра МЧС, которое некоторое время назад было практически утрачено. Шли разговоры о том, что появится на месте руин. Сейчас объект получил вторую жизнь. Здесь восстановлена пожарная каланча, организован музей пожарного дела, оборудованы современные учебные классы. И дело не просто, что там восстановили стены, старинную кладку с пронумерованными кирпичами. Дело в другом в том, что это наполнили жизнью. То есть это объект, который имеет функционал. Очередным объектом культурного наследия, который получит новое содержание, станет здание фабрики кухни. Проектные работы по его реконструкции завершены. В уникальном памятнике конструктивизма федерального значения, построенном в форме серпа и молота, разместится центр современного искусства. Министерство финансов будет выделить нам сумму 400. А дальше за какую сумму мы построим и реконструкцию проведем, это уже вопрос за областью. Я думаю, что мы за 450 максимум, это 500 миллионов рублей, этот объект сделаем так, что он будет не хуже, чем сегодняшний день. В столице губернии идет восстановление еще 10 объектов культурного наследия. Федеральный центр продолжит поддержку этих работ для того, чтобы к старту чемпионата мира по футболу Самара смогла гордиться своей исторической уникальностью.